Одно семя было брошено на каменистую почву, взошло, но потом сразу засохло, потому что корней не было. А второе семя было брошено при дороге на обочине, и прилетели птицы и поклевали. А третье семя было брошено в плохо приготовленную землю, где было много сорняков. Сорняки поднялись и заглушили семя, и только четвертое было брошено на землю плодоносную, и принесло обильный плод. Господь сам растолковал ученикам смысл этой притчи. Он сказал о том, что семя – это Слово Божие, брошенное на камни – это такое семя, которое вначале было воспринятое и произросло, а потом, не имея корня, не имея прочного основания, засохло. А то, которое было брошено при дороге – это то Слово, которое поклевали птицы. Это когда дьявол приходит и вырывает из сердца и разума человека божественную истину. А третье – это термии, это сорняки. Это то Слово, которое заглушается обстоятельствами жизни, повседневными заботами, которые переключают внимание человека. А вот четвертое – это то семя, которое упало на плодоносную почву и принесло плод. И вот обычно мы обращаем внимание на саму почву, читая эту притчу. Но не задумываемся о том, что ведь почва – это тоже некая данность. Так что люди, не способные воспринять Слово Божие, обречены на гибель. Если у них сердце, как камень, или если они легко поддаются с дьявольским искушением, и дьявол исторгает Слово Божие из их сердец и разума, или если люди так уж легко поддают самостоятельствам жизни, что все забывают, Это что, предопределено? Сама почва, она что, предопределяет жизненный выбор человека? Совсем нет. Действительно, мы же рождаемся с разными предрасположениями. Теперь ученые называют это генетической зависимостью от предков. Что-то нам передается как доброе, так и плохое. Но даже при этом понимании наследственности никто не может сказать, что он категорически предрасположен ко злу и не может творить добра. Или что он абсолютно предрасположен к неверию и не может в Бога поверить. Такого человека, абсолютно предрасположенного к одному, другому, или третьему, или четвертому выбору, не бывает. А что же бывает? А бывает действительно, что отсутствием заботы со стороны родителей или учителей, которые не воспитывают детей, у них создается в сердце каменистая почва. Если дети не видят добра, не понимают, что такое подвиг, что такое жертва, там камень. И даже если ребенок или человек не только молодого возраста, но и зрелого, но имеющий такое сердце, в какой-то момент и воспринимает божественную истину, то эта истина глубокого корня не может дать, не может прорасти, потому что там камень. А какой же ответ? А нужно делать все для того, чтобы душа не была камнем. Мы все должны работать, чтобы наши души не стали каменными душами. Над самими собой должны работать, над детьми нашими. Вот над теми, кто сегодня пошел в школу, потому что там тоже может быть заложен камень в их душах. Не говоря уже о внешних условиях современной жизни, о влиянии интернета, средств массовой информации и так далее. А вот что же всеми-то брошенные при дороге? Прилетел дьявол и так слегка похитил? Да, легко. Если Слово Божие не дает форме, а если оно не входит в сознание, в сердце человека, тогда никаких особенных испытаний не надо. Просто искушение, человек отдается этому искушению, забывая все о Божьем заповеднике, о законах, о честности, о порядочности. Искусился на сребролюбие, искусился на воровство, на коррупцию. И пошла поехала. Ничего не удерживая. Прилетел дьявол и похитил Слово. И где там это Слово, когда так много денег можно получить? А тем или иным незаконным способом, и не только в деньгах дела, когда можно получить наслаждение, когда можно, получая это наслаждение, сделать несчастными очень многих людей. Мы не задумываемся, потому что дьявол с легкостью берет над ванами свою власть. Ну а если термия? Можно что-нибудь сделать с термиями? Конечно, можно. Каждый, кто занимается сельским хозяйством, знает. Можно сорняки прополоть, можно использовать химическое воздействие на землю. И никаких термиев не будет. Вот этот образ должен помочь и нам понять, что наша душа может произращать с термией волчцы. Вот эти самые сорняки, которые загружены. Не просто Божье Слово, а вообще всякое даже разумное Слово. Потому что если человек попадает в круговерть с повседневной жизнью и не может из нее вырваться, если приоритетом становится не самое главное, как сказали бы современные мыслители, не стратегические цели, а вот эта повседневность, тогда, конечно, Слово Божие будет этой повседневностью заглушено. Оно не будет плодоносить. Но от нас зависит, что мы делаем с почвой своей души. Ну и, наконец, плодородная почва, она приносит плод. Но ведь и над этой почвой надо работать. Потому что одна плодородная почва в один год урожай приносит, а в другой год она перестает быть, может быть, уже такой плодоносной. И человек, который наслаждается ранее собранным урожаем, может потерпеть великое разочарование, вдруг обнаружив, что его плодоносная почва более такого урожая не приносит. Поэтому духовная жизнь человека постоянно требует бдительного отношения к человеку, к самому себе, к мыслям, к поступкам, к чувствам. Усвоение Слова Божия – это подвиг всей жизни. Но это самый главный подвиг. Если не усвоим, царство Божие не наследует. Да и в этой жизни не привезет. Потому что либо будем счастье воспринимать, за счастье воспринимать вот тех самых птиц, которые прилетели, поплевали, семя, которые насадили в нас страсти, греховные склонности, а мы поплыли по течению, наслаждаясь всем этим. Либо те же самые термии, которые загружают. И семя, может быть, не отдает отчета, как опасны эти маленькие сорнячки, которые вдруг появляются. Как будто бы они никакой опасности не нанесут, а на самом деле смертельная опасность. Вот эта причина учит нас духовному бодрству. Мы должны со вниманием относиться к тому, что происходит в нашей душе, в наших мыслях. Мы очень должны внимательно относиться к тому, как мы реагируем на сигналы, которые получаем из внешней среды. И перед тем, как был впасть в некий восторг от того или иного фильма, от той или иной постановки, от тех или иных публично произнесенных речей, всегда нужно задать вопрос, а что это с точки зрения вот того самого семени, того самого Слова Божия? А не птица ли очередная изъявольская прилетела, чтобы исторгнуть из разума моей, из памяти моей Божьей Слово? Вот эта бдительность человека к самому себе. «Блюдите, как опасно ходите», сказано. Где это мы опасно ходим? Да по этой жизни. Потому что нас действительно предстерегают многие искушения, соблазны, и все то, что может повредить нашей душе и испортить внутреннюю почву, которая, принимая Слово Божие, может либо плодоносить, либо ничего не производить, кроме греха. Вот эти мысли, я думаю, очень своевременные накануне учебного года, когда дети пойдут в школу, родители несут ответственность за детей. Поэтому будьте бдительны. Думайте не только о своей почве, но о почве детских душ. Какое влияние окружающая среда оказывает на них? Старайтесь добрым словом, своим примером молитвы, сделать так, чтобы душа ребенка никогда не превратилась в камень. Потому что каменная душа не только отвергнет Слово Божие, оно и любовь отвергнет, и верность отвергнет, и подлинную радость жизни не воспринимет. Потому что каменное сердце – это истуканка. Заботьтесь о том, чтобы и птицы не прилетели, и не вонзились своими отравленными клювами в сердце ваших детей, в их сознании. Это очень непросто сейчас сделать, но этого делать нужно. Нужно оберегать детей от влияния среды. А уж если где-то и что-то произошло, и ребенок, то, что называется, прирозился грибом, нужно делать все для того, чтобы исторгнуть его из сердца и сознания ребенка. И словом, и молитвой, и, конечно, участием детей в молитвенной жизни, в причащении святых христовых тайн. Продолжение следует...